Всем привет! Вы на канале Процветок, где мы помогаем растить вам свой сад здоровым и урожайным. И сегодня мы поговорим о первых обработках. Уже началась весна, где-то в Беларуси снег сошел, где-то еще держится, но растения чувствуют весну. Почки набухают, растения просыпаются, но вместе с растениями просыпаются и вредители. Пока они еще не очень активны, многие, видя различных там яйцекладок, куколок, прячутся на коре деревьев. Под корой, в разных трещинках и складочках, на опавших листьях прячутся споры, парши и прочих листовых пятнистостей. И вот это время, ранняя весна, период набухания почек, очень важный момент для того, чтобы провести первую весеннюю обработку. Поскольку у нас температура пока держится положительная, но низкая, а ночью еще и хорошо промораживает, Поскольку почки у нас еще не раскрылись, только набухли, то пользоваться мы будем исключительно неорганическими контактными препаратами. А именно, начинаем мы обработку всегда с препаратов меди. Это может быть медный купорос, бордосская жидкость, абигопик, медекс, купраксат, либо косайт. Кстати, самой активной формой меди на сегодня считается гидроокись меди, которая содержится именно в косайде. Она наиболее эффективно искореняет запас грибковых болезней, который остался на листьях, на коре, побегах и так далее. Для обработок по набухшим почкам можно использовать 2-3% раствор бордосской жидкости, например. Если же почки начинают раскрываться и показался зеленый конус на самой верхушечке, берем концентрацию 1%. Для борьбы с вредителями, особенно с такими трудно искоренимыми, как щитовки, точнее их яйцекладки, как яйцекладки тли, мы используем сейчас вазелиновое масло. Препарат 30+. Особенность его действия в том, что попав на побеги, на ветви, где располагаются яйцекладки, клещей, тлей, вазелиновое масло покрывает их тонкой пленкой и препятствует выходу из них личинок, которые затем уже готовы кушать молоденькие первые листики. При обработке следует помнить, что температура воздуха должна быть днем не менее плюс 4-6 градусов, потому что масло должно быть активным, жидким. Далее при обработке смачиваем тщательно всю поверхность коры, не слегка попырскали, а именно смочить хорошо. Особенно тщательно обрабатываем те деревья, на которых вы уже заметили, что есть щитовка, на которых вы заметили, что уже есть яйцекладки. Эти места обрабатываем особенно аккуратно, особенно тщательно. Эти две обработки именно сейчас помогут надежно сократить численность вредителей и количество болезней в саду и помочь вашим деревьям вступить в вегетационный сезон оздоровленными, крепкими, без различных проблем. Не забудьте хорошие препараты, не забудьте провести обработку и до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенок и Процветок.